Когда и какое удобрение вносить осенью под чеснок, схемы подкормок и обзор лучших составов для повышения урожайности. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту найти подготовительные. Осеннее мероприятие для чесночной грядки. Перед посадкой чеснока необходимо заранее, за несколько месяцев, подготовить грядку. Место, запланированное под посадку, перекапывают на глубину штыка лопаты. Если почва глинистая, добавляют торф, на каждый метр грядки одно ведро. Если грунт суглинистый, вносят 3 кг компостер и перегной, 1 ст. Лист суперфосфата и 200 г извести. Делают это для того, чтобы земля успела осесть, а внесенные удобрения начали с ней взаимодействовать. Если почва торфяная, добавляют суглинок, а в песчаный грунт, глиной торф. После регулирования состава почвы грядку обрабатывают раствором медного купороса. Раствор готовят путем смешивания 10 литров воды и 1 ст. Листы медного купороса. Обрабатывают из расчета 1 литр раствора на 1 метр участка. Участок для грядки нужно выбирать там, где много солнца. Место не должно быть постоянно влажным, чтобы корни чеснока не загнили. Участок в низине не подходит из-за скапливающихся талых вод. Участок на возвышенности тоже не рекомендуется использовать, так как зимой снег с такого места будет сдуваться ветром, и чеснок может замерзнуть. Основные удобрения для чеснока. Удобрения при посадке чеснока играют одну из главных ролей. Культура остро нуждается в питательных элементах для роста. Выделяют следующие разновидности подкормки доломитовая мука или известь. Вносится в почву для уменьшения кислотности. Дозировка зависит от степени кислотности почвы. В некоторых случаях можно использовать древесную залу. Органические удобрения. Лучший вариант – это компост с навозом и птичьим пометом. Компост полезен содержанием усвояемого азота, калия, серы, фосфора и микроэлементов. Минеральное удобрение. Лидер в этой группе – суперфосфат. В качестве самого доступного минерального удобрения можно использовать древесную залу. Сера. Этот элемент жизненно необходим для развития и роста чеснока. Подбор предшественников соблюдая правила севооборота, можно добиться повышения урожайности. Растение обладает поверхностной корневой системой, поэтому берет необходимые для развития вещества из верхнего слоя почвы. Продуктивное использование грунта после растений с длинной корневой системой. Наилучшими предшественниками считаются патиссоны и кабачки, сидератами, клевер и люцерна. Хорошим предшественником будет ягодный кустарник. Неплохой вариант – почва после томатов, огурцов, перца, капусты и тыквы. Нельзя сажать чеснок после лука, так как на эти растения нападают одинаковые вредители. Не рекомендуется посадка чеснока возле грядки с фасолью, горохом или капустой. Эти культуры плохо переносят близость чеснока, он мешает их росту и развитию. Определение кислотности грунта. Лучшим выбором под чеснок будет нейтральный или слабокислый грунт. При проведении анализа кислотности почва РН должен быть выше нейтрального показателя 6,5. Показателем кислотности служат сорные растения, произрастающие на выбранной для посадки почве. О том, что кислотность почвы повышена, говорит наличие подорожника, мяты, лютика. Если почва нейтральная или слабокислая, на ней растет крапива, васильки, клевер, ромашка. Существуют способы определения кислотности почвы и измеритель почвы. С помощью специального прибора можно точно определить состояние почвы. Уксус. Если полить горсть земли уксусом, на ее поверхности должны появиться пузырьки. Если этого не произошло, значит, кислотность повышена. Листья смородины, вишни или черемухи. Листья любого из этих растений заливают кипятком, дожидаются, когда вода остынет, и добавляют в нее почву. Если цвет воды изменится на красный, значит, кислотность повышена. Если станет зеленым, почва нейтральная. Если вода посинеет, это говорит о том, что почва слабокислая. Когда почва обладает повышенной кислотностью, растения не способны усваивать питательные вещества. Корни чеснока практически не развиваются в кислых почвах. Удобрения, которые подходят для озимого чеснока. Благодаря применению правильной подкормки, чеснок сможет накопить больше питательных веществ, укрепится иммунитет растения, улучшится выносливость перед вредителями и болезнями. Для озимого чеснока используют минеральные и органические удобрения. Существует ряд способов улучшения плодородности почвы при выращивании чеснока. Улучшение почвы с помощью сидератов применение сидератов благоприятно скажется на качестве урожая. Чеснок хорошо растет после таких предшественников. На участок земли, приспособленный под посадку чеснока, растения сидераты нужно высадить в конце июля. К сидератам относятся ячмень, рожь, горчица. В их корнях и зеленой массе содержатся фитонциды и эфирные масла, которые уничтожают вирусы и грибки, поражающие чеснок. За несколько недель до посадки сидераты скашивают и перекапывают. При этом молодые побеги растений сидератов оставляют под землей, чтобы они перегнили. Для ускорения процесса перегнивания перекопанную грядку увлажняют. В процессе разложения почва будет насыщаться полезными микроэлементами, которые важны для развития чеснока. Улучшение почвы таким способом по эффективности сопоставимо с использованием перегноя или компоста. Грунт становится более легким, сыпучим и насыщенным кислородом. Азимый чеснок. Посев сидераты уочи с видео он YouTube под кормка химическими препаратами благоприятно. Влияют на развитие чесночных головок химические минеральные удобрения. Какое удобрение нужно вносить осенью под чеснок? До посадки используют суперфосфат и соль калия. С помощью калия растению будет легче пережить зиму, так как он оказывает благоприятное воздействие на формирование корневой системы. Минеральные удобрения для чесночин. Минеральные удобрения благоприятно влияют на развитие чесночин. Перед посадкой чеснока осенью в почву необходимо добавить азот, содержащий удобрения, аммиачную селитру, мочевину, кальциевую и натриевую селитру. Азот поддерживает баланс в процессе регулирования роста между головкой чеснока и зеленью. Удобрения, содержащие фосфор и калий. Наиболее распространенный из них – суперфосфат. Минеральные удобрения добавляют в землю в сухом виде осенью. Их специально не разводят водой, чтобы полезные микроэлементы поступали в грунт постепенно. Подкормка чеснока весной. Селитра или мочевина. Что лучше? Watch this video on YouTube органические. Зала и навоз. Навоз – одна из лучших подкормок. Но добавлять это удобрение осенью не нужно. При использовании навоза осенью головки чеснока станут рыхлыми, а растение не сможет противостоять грибковым заболеваниям. Еще один минус в том, что после внесения навоза в почву начнется быстрый рост зелени чеснока, а рост головки замедлится. Одно из обязательных удобрений, применяемых при посадке чеснока – зала. В ней много микроэлементов. Залу добавляют в почву в процессе перекапывания или используют при посадке. Не лишним будет применение зольного раствора спустя несколько недель. Подготавливается раствор путем смешивания 1 литр воды и 1 ст. Лист золы. На 1 кВ. М посаженного чеснока достаточно 3 литра раствора. Применение золы способствует увеличению размера чесночных головок. Особенности вне корневой подкормки. Такой способ подкормки применяют, когда у растения возникает потребность в конкретных микроэлементах. Заключается он во внесении удобрения с помощью опрыскивания внешней части растения, что способствует более быстрому усваиванию полезных микроэлементов. Важно следовать правилам проведения вне корневой подкормки. Опрыскивание проводить пульверизатором с мелким рассеиванием. Не перенасытить раствор, используемый для подкормки. В противном случае можно сжечь зелень чеснока. Частые подкормки вредны. Некорневую подкормку проводят 3 раза. Время лучше выбрать утренний, если погода облачная или вечерняя. Важно учитывать, что листья должны высохнуть до наступления ночи. Когда и как часто подкармливать чеснок – схемы. В случае высаживания осенью чесноку не требуется усиленное питание. Но обязательно нужно внести перегной в почву, чтобы увеличить ее плодородность. Начинают подкормку чеснока после того, как растает снежный покров. В течение всего сезона подкормку проводят 3 раза спустя несколько недель после таяния снега. В это время чесноку требуется подпитка. Начинают формироваться завязи, и растениям предстоит бороться с возможными последними заморозками. Удобряют раствором мочевины или борной кислоты. Не помешает добавить раствор навоза. Через 3 недели после первой подкормки, чтобы пополнить запас микроэлементов в почве. Чаще всего используют раствор борной кислоты. В редких случаях – снова мочевину. Опять же, будет не лишним раствор навоза. В середине лета, в период формирования головки чеснока для увеличения ее размера. Для этих целей используют раствор суперфосфата. Заключение может показаться, что чеснок неприхотлив и не требует к себе повышенного внимания. Но для получения хорошего урожая к процессу выращивания нужно подойти со всей серьезностью и запомнить, чем удобрять эту культуру при посадке под зиму. Для получения богатого урожая чеснок подкармливают осенью, внося в почву сидираты, химические препараты, минеральные и органические удобрения, мочевину, суперфосфат, залу и навоз. Все о посадке чеснока на зиму для огромных урожаев. Watch this video on YouTube.